Независимые эксперты еще не успели отойти от смелого заявления президента Казахстана. Такаева о том, что страна не признает квази-государство ДНР и ЛНР, а события приобретают продолжение. Стало известно, что остановилась отгрузка казахстанской нефти в Новороссийске. Телеграм-блогер Роман Юнеман пишет, что якобы найдены мины времен Великой Отечественной войны, и теперь надо разминировать воды у терминала. Как отмечает блогер, это действительно совпадение. Но даже такой срок – это большая потеря для Казахстана. Бюджет страны чрезвычайно зависит от продажи нефти. А продажа нефти завязана на трубу через территорию России. Да, у Казахстана есть порт Актау на Каспийском море и трубопровод в Китай. Но их совокупные возможности по транспортировке в три раза ниже, чем у трубопроводов через Россию. И быстро нарастить альтернативу невозможно, пишет блогер. Юнеман подчеркивает 60% доходов Казахстана от нефти, а 80% от этой нефти проходит именно через этот трубопровод. За неделю страна потеряет 1 миллиону тонн экспорта, то есть 1% годового бюджета страны, что вовсе немало. Блогер считает, Казахстан все-таки зависит от экспорта нефти через Россию. Если остановить весь экспорт нефти через Россию и переориентировать потоки на Азербайджан и Китай, Казахстан в моменте потеряет до 40% доходов бюджета. Если в первое время их можно будет заменить резервами нацфонда, то через 2-3 года истякнут и резервы. Такая ситуация – это катастрофа для любой экономики, пишет он. И добавляет, такой сценарий чреват уничтожением Евразийского экономического союза и статуса Казахстана как союзника. Это может нанести урон и России, нестабильность на самой протяженной ее границе. Использует ли Россия этот рычаг давления на Казахстан – неизвестно. Но в нынешних обстоятельствах республике надо будет выбрать какую-то сторону. И вне зависимости от своего выбора, дорого заплатить за него, уверен Роман Юлеман. Продолжение следует...